Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос с пристрастием». Я Анастасия Ружанская. Интеграция рискует повторить судьбу из вечного национального вопроса. Разговоров много, дел мало. Так ли это? Судите сами из нашего сегодняшнего интервью с депутатом Рижской Думы Игорем Кузьмуком. Здравствуйте, господин Кузьмук. Здравствуйте. Итак, совсем недавно Рижская Дума, комитет по образованию в частности, выделила деньги на реализацию интеграционных программ и на реализацию конкурса по интеграционным программам. Расскажите нам подробнее, что это значит, кто может принять участие в этом конкурсе и что вообще этот конкурс значит, так сказать, для нас с вами, простых жителей. Значит, денежки выделил департамент. Это как бы исполняющая структура нашего комитета. Это раз. Значит, выделены гранты на разного рода интеграции. Интеграция этническая, интеграция социальная, ну и так далее. Значит, интеграционная программа предполагает участие общественных организаций и религиозных организаций. Значит, подавать проекты можно до конца этого месяца, то есть до 30-го часа, до 14.00. Финансирование возможно на малые проекты от 1000 латов до 1000 латов и на большие проекты до 5000 латов. Значит, реализация программы летом и до ноября, в ноябре отчет. То есть интеграция, в общем-то, понятие такое достаточно широкое, масштабное и что включает оно в себя в рамках вот этого конкурса? То есть, что могут предложить, условно говоря, кандидаты на это финансирование? Это курсы языков? Это какие-то культурно-массовые мероприятия, фестивали, конгрессы? Вот что конкретно? Вот как раз то, что вы перечислили, там это и есть. Там довольно широкий перечень того, что разрешается общественным организациям. Это, возможно, и какие-то мероприятия, и какие-то, может быть, семинары, опросы, какие-то мероприятия по способствованию сплочения общества, усилению государственного языка. Спортивные мероприятия, пожалуйста, летние лагеря там даже прописано. То есть, в общем-то, там довольно широкий перечень возможностей, на которые можно было запрашивать финансирование от департамента образования. Ничего подобного раньше этого не было. Я слышал, что госпожа Алдермана об этом уже упомянула на одном из эфиров, которые были у вас. И я просто как бы в дополнение хотел бы просто сказать, что есть такая возможность людям подавать денежки и объяснить, где почитать об этом. Да, не денежки, да, наверное, вы оговорились, а подавать свои проекты. Подавать свои проекты, конечно, потом решаются, потом решает, комиссия решает, кто выигрывает, ну, конечно, денежки потом получаются, естественно, для реализации. Значит, читать и находится это все на сайте ЕСКОЛА, это сайт департамента образования. Вы заходите на сайт ЕСКОЛА, и там с левой стороны будет в колоночке слова конкурса. Слова конкурса. Нажимаете на конкурс, и выскакивает целый перечень конкурсов, один из которых написаны интеграционные программы, то есть и там уже, ну, там уже тот, кто хоть как-то маломальский, знаком с компьютером, это легко находит. Там и форма как подавать, и форма отчетности, и досконально кто может принять участие, на какие цели, то есть какие деньги, ну, все-все-все. То есть моя главная задача была сделать, ну, так, чтобы эти конкурсы были, они есть. Мне за это очень приятно. Сами вы являетесь, плюс ко всему прочему, главой общественной организации Пратаспекс, которая в нашем городе вот уже 8 лет, если я не ошибаюсь, проводит бесплатные курсы латышского языка и оказывает помощь людям в натурализации, готовит к натурализации. Общественная организация, а за какие средства вы все это производите? Из личного кармана и собственного? Ну, общественная организация, да, нам уже порядка 10 лет. Этим делом, которым вы сказали, обучаем госязыку для тех, кто собирается получить гражданство, мы занимаемся, ну, уже 8-й год заканчиваем учебный. Средства, ну, не такая большая организация, но есть, скажем, определенные членские взносы. И потом, когда мы начинали это дело делать, мы ведь хотели, мы ведь, согласно нашей программе, мы пытались сначала обратить, что это, на то, что есть такая несправедливость в вопросах гражданства, обратить внимание. Внимание общества. Может быть, даже своим примером показать, что надо делать. Обратить, может быть, чтобы кто-то подхватил какие-то другие общественные организации, какие-то, может быть, партии, потому что партии в момент выбора всегда говорят о том, что мы будем что-то менять или не будем этого делать, другие говорят. Поэтому мы своим примером хотели показать, что нужно делать, что это недорого, что при нормальном, если для людей доброй воли, это недорого. То есть, в общем-то, нужно договориться с аудиториями. Сейчас это, слава богу, можно довольно по сносным ценам сделать. И, в общем-то, нужно договориться с несколькими учителями, то есть, небольшие деньги. И всем своим действиям мы показываем, что это можно делать. А как вам кажется, вот почему за эти восемь лет вот этот вот хороший пример положительный никто, так сказать, и не взял на карандаш? Почему вы остались одним воином в поле? Вот поэтому и бросить-то не можем, потому что не имеем права бросить. А то, что одни мы, ну, знаете как, ведь ничего удивительного, что если мы вспомним, как начиналась эта страна в начале девяностых, был принят закон о гражданстве, он был, мягко выражаясь, не очень, ну, как сказать, прогрессивный. А еще, если точнее сказать, был просто тривиальный кидок. И вот теперь, теперь, казалось бы, ну, вроде бы это священная корова, этот закон менять нельзя, никто не собирается это делать исправящих. Но вы, ребята, хотя бы тогда помогите людям, хотя бы, хотя бы сделайте так, чтобы была возможность, ну, что называется, чтобы не только был кнут, но был еще и пряник. То есть, если в каждом микрорайоне города были бы такие бесплатные курсы, то, наверное, бы и вопрос межнациональный был бы, ну, быстрее бы снят. Ну, с правыми партиями все понятно, да? Скажите, а так называемые русские партии оказывают какое-то содействие вам? Ну, понимаете, как... Вот вы являетесь депутатом Режеской Думы, а Центр Согласия. Вот ваша партия помогает вам как-то в реализации этих проектов? Понятно. Значит, что могу тут я сказать? Мы... Я сам являюсь беспартийным человеком. Я депутат Режеской Думы, член фракции Центра Согласия. Между нашей общественной организацией Центр Согласия подписан договор о сотрудничестве. Поэтому я являюсь, в общем-то, депутатом Режеской Думы во фракции. Вы знаете, в общем-то, когда я шел на выборы, я и говорил, что я иду на выборы для того, чтобы продолжить деятельность ту, которую я веду. Ту, которую вела наша общественная организация. Мы делали курсы в одном месте, в двух местах. Мы хотим прийти... Я хочу прийти в Режескую Думу и сделать так, чтобы была возможность, чтобы в каждом микрорайоне были эти курсы. Такого рода курсы. Или, по крайней мере, было бы выделено финансирование на это дело, да. То есть, естественно, я ходил, говорил с руководством, с мэром, говорил о том, что надо, такая программа обязательно. И мне приятно, что, в общем-то, не так много времени прошло, всего 7-8 месяцев, и все-таки финансирование выделено. Сколько человек посещает ваши курсы, скажем так, сколько выпускников вам удалось подготовить? Я скажу так, может быть, не так много, как показалось, как хотелось бы, но уже перевалило за 3 тысячи граждан. Это то, что сделано мы непосредственно, мы ведем эту деятельность и как бы ведем подсчеты. 3 тысячи граждан натурализовавшихся. Да, это вот наш маленький, уже перевалило, там 3 тысячи, там 0,80, что-то такое. Ну, перевалило, мы это смотрели, для нас еще была дата. Это маленький кирпичик, большое дело. Почему мы этим занимаемся? Есть у нас достаточно в обществе так называемых русских и очень крепко русских людей, которые обижены на власть, которые говорят, что нам и принесут это гражданство, потому что у нас незаконные его отняли когда-то. Но за это время, ведь уже прошло 20 лет, никто ничего не принес. За это время попилили страну. Поэтому я считаю, что да, конечно, закон о гражданстве возможно, невозможно, обязательно нужно менять. Но сейчас, пока он не заменен, пока у нас недостаточно перевесов в парламенте, нужно натурализоваться и получать гражданство, чтобы нас было представлено больше во власти. А вам не кажется, что те люди, которые до сих пор не имеют гражданства, уже в общем-то встали в некую такую принципиальную позицию? Или же другая сторона, другая категория людей, это совсем уже пожилые люди, которым, в общем-то, уже и тяжело, и уже, наверное, и не надо? Согласен с вами, я тоже получил гражданство в 2004 году. Я тоже очень много думал, а стоит, не стоит, а надо, не надо, а вот принесут, не принесут, ходил обиженный. И просто потом понял, что ведь в том, что мы обижены, часть населения, да, вот, которая обиженная, в этом заинтересованы правящие. То есть они заинтересованы, чем меньше электоральная база, тем им легче, тем им легче удерживаться у власти. Поэтому как с этим бороться? Можно обижаться. Можно. Ну, если растут дети, то есть надо думать о них. Сегодня я обижаюсь, а завтра, скажем, мои дети будут иметь меньше прав. Мы сегодня видим, что у нас, не буду, не новость никакая, да, что поражение в правах определенное, скажем, определенный запрет на профессии. И вообще, я считаю, что мы живем в этнократии. То есть, совершенно конкретно, что у нас представительства во власти, скажем, русскоязычных, ну, очень мало, несоотносимо мало по сравнению с населением, с количеством, с процентом населения. А вам не кажется, что процесс интеграции, в общем, не выгоден как правым, так, в общем-то, и левым партиям? Вы знаете, да, да. Есть такая мысль, что, конечно, самое дорогое правым и левым перед выборами покричать, скажем, одни кричат, русские идут, другие кричат, русский, латыш, не сдавайся. Свой электорат мобилизован, опять сели на 4 года, ну, потом еще покричим. Пока это будет работать, это так и будет, понимаете как. Что с этим делать в перспективе? Ну, конечно, вот центр согласия всем своим поведением показывает, что можно ситуацию потихонечку менять. Вот, может быть, это может показаться, что это не так сразу, не так быстро, но ведь, действительно, ситуация меняется. Посмотрите, если раньше кричали, русские идут, то сегодня уже почти год, условно говоря, русские власти в Риге, и никуда они не пришли, и танки не приехали, и красно-бело-красные триколоры на Рижской думе не повисли, то есть, ну, ничего же не произошло. И латыши верят, что ничего страшного в этом нет. Конечно, этот процесс очень длинный. То есть, я думаю, что еще и 10 лет, и, может быть, и 20 лет, пока латыши, наконец, поймут, большинство из них поймут, что, в общем, мы не представляем никакой угрозы, мы такие же патриоты. И в этом помогло бы, очень помогло бы латышская интеллигенция. К сожалению, она молчит. Вот это жалко. Я хочу привести вам ваши же слова. Газета «Час», 2006 год. В интервью с журналистом «Часа» вы высказываете мысль о том, что, в общем-то, русское население в Латвии не защищает никто, в том числе даже русские партии его не защищают. И корреспондент, значит, вам, так сказать, говорит, что, вообще-то, защиту прав русского населения Латвии выступают многие политические организации. А вы ему, значит, в ответ говорите, вот именно, что только выступают. Некоторые обещают идти до конца, а в итоге таких походов выигрывают националистам в Европарламенте со счетом 6-1. Но тут мы понимаем, кого имеете вы в виду. То есть, это, я так понимаю, запчел, да? Сходили, называется. Значит, другие призывают ко всеобщему согласию, а сами на это согласие копеечку пожертвовать боятся. То есть, опять же, понятно, о ком идет речь. Я не стесняюсь спросить деньги у бизнесменов, говорите вы. Не для себя ведь прошу, а для людей. Но примечательно, что далекие политики от политики бизнесмена откликаются куда охотнее, чем все наши призыватели, соглашатели. Наверное, это оправдано. Бизнесмену для нормальной работы межнациональные конфликты не нужны. А вот для политиков различных мастей, ультралевых и ультраправых, раздор между двумя крупнейшими общинами Латвии, хлеб насущный. Что-то изменилось с тех пор? Ну, конечно, изменилось, конечно. Естественно, если я хочу добиться, если мне нужно добиться своих поставленных целей, которые обозначены даже раньше, чем 2006 год, я прекрасно понимаю, что эта дорога довольно тернистая. Я прекрасно понимаю, что хоть маломальские, но компромиссы просто необходимы. Есть, скажем, организации, с которыми компромиссы найти можно, а есть организации, с которыми компромиссы никак не найти. Я не отказываюсь от своих слов, и, наверное, поэтому я и беспартийный. Поэтому о том, что если будет организация, которая в помощь нам сделает то, что нам надо сделать, он, скажем, поможет с курсами, я буду очень благодарен, и я не исключаю, что такое партнерство может быть вечным. Вот поэтому мне пришлось идти во власть, баллотироваться. Да, а, собственно, для чего? Вот вы делали, по сути дела, такое, достаточно благую функцию выполняли, вот учили людей бесплатно латышскому языку. А чего, зачем во власть-то? Объясню, объясню. Значит, ну, я, конечно, мог, наша общественная организация, конечно, могла вести курсы, вести, и ведет, и будет вести. Ну, понятно, что, скажем, ресурсы ее не такие большие. А, скажем, вот на эту программу, которая сейчас утверждена департаментом, да, то есть интеграционная, насколько я знаю, порядка 100 тысяч латов выделено. Ну, это серьезно? То есть, помимо того, что наверняка в этой программе будут так называемые сарафанные моменты, я немножечко так уничижительно отношусь к так называемой сарафанной интеграции, но там будут выделены деньги и на дело. Сарафан?